Это программа «День с толком» в студии Елены Макаренко. Приветствую всех, кто смотрит нас. Смотрите в этом выпуске. Автобусы не вышли на маршруты, а люди вымокли прямо в квартирах. Когда дожди и холод, наконец, отступят? Требуются водители и кондукторы. Какие условия готовы создавать новым сотрудникам пассажироперевозчики, чтобы утолить кадровый голод? Проходи, если сможешь. Люди с ограниченными возможностями здоровья. О барьерах на городских улицах. Бейские автоперевозчики отказали сегодня выходить на маршруты из-за гигантских луж. Об этом сообщил телеграм-канал «Деловой Бейск». А в Барнауле в лужах глохнут машины. И даже в землю провалился КАМАЗ. Таковы последствия сильных осадков, которые в последние дни накрыли территорию края. Выезжать в рейс сегодня отказался один из автоперевозчиков Наукограда. Он не стал выпускать транспорт по двум маршрутам. Причина – уровень воды на дорогах города. Так, в районе Треста, АБ и Кирпзавода лужи выше полуавтобусов. И в такой ситуации, считает перевозчик, эксплуатация машин грозит обернуться их поломкой. При этом бейчане крайне возмущены ситуацией. В чате главы города они пишут гневные обращения и просят навести порядок в работе общественного транспорта. А вот такая ситуация сегодня была в Барнауле. В лужах глохли машины. А по улице Северо-Западная и вовсе провалился КАМАЗ. А в Барнауле из-за сильных осадков некоторые горожане страдают прямо у себя дома. Так, в многоэтажке по Юрино-118 не выдержала крыша. Вода топит квартиры и подъезд. Такая же ситуация и на Новороссийской-11. Также сегодня ночью в одном из домов, где идет ремонт кровли, поток дождевой воды обрушился на ребенка. Подробности расскажет моя коллега Мария Костылева. В эту квартиру наша съемочная группа приезжает уже второй раз. И это за неделю. Пожелтевший обои, звук дождя в квартире и запах сырости. Три дня назад хозяйка квартиры Наталья и представить не могла, что потолком в ее доме станет небо. Дело не кончилось, как говорится, хэппи-эндом. Вчера вечером опять начало все капать, заливать. То есть светом мы не пользовались уже третьи сутки. Этой ночью чуть не случилась трагедия. Светильник, который расположен в подвесном потолке, выбило потоком воды на спящего ребенка. Прошло буквально 10 минут и просто взрыв. Все падает на ребенка, благо было укрыто одеялом. И это все. То есть она испугалась. Я давай это все убирать. Матрас полностью мокрый, а все пододеяльники и одеяло тоже мокрое. Ранее мы связывались с подрядчиком, который пояснил. Крышу, что на стадии ремонта, прикрыли на время дождей, дабы избежать повторных подтоплений. Оказалось, этих мер недостаточно. Вот сегодня они полезли укрывать целлофаном крышу, чтобы больше такого не было. По прогнозам погоды во вторник опять начинаются ливни. Ну то есть даже не успеет ничего высохнуть. Никто не дает ответа, что же нам делать. На телефонные звонки в фонде капремонта не отвечают. Наш телеканал региональному оператору направил официальный запрос. Что касается местного ЖЭУ, его сотрудники сегодня составили очередной акт осмотра квартиры. И пообещали, что в понедельник организуют встречу с подрядчиком, чтобы оценить размер ущерба и компенсировать его пострадавшей. Добавим, завершить демонтаж крыши подрядчик планирует в конце лета. Помимо Наталии, от потопа пострадало еще несколько жильцов многострадального дома. Мария Костолева, Алексей Фризин. День с толком. В городах России, в том числе столицы нашего края, все чаще ищут водителей автобусов. Так, автоколонна Барнаульского горы электротранса сейчас формирует кадровый резерв. Это позволит запустить общественный транспорт на маршруты, которые вынужденно не обслуживаются. К примеру, на ту же десятку. Наша съемочная группа с водителем автобуса провела один его трудовой день, чтобы понять, отвечают ли предлагаемые сегодня работодателям условия нагрузки работы шофера. С медицинского осмотра перед рейсом начинается утро всех работников Барнаульского гора электротранса, в том числе Евгения Матрохина. У водителей замеряют давление, оценивают общее состояние. Все должно быть в норме, ведь каждый из шоферов отвечает за жизни десятков людей. После осмотра врачом – оценка состояния автобуса. Нового. Свежая техника сегодня стала реальностью, и в том числе по этой причине Евгений ушел от частника в муниципальное предприятие. Это интересная работа. Просто ты наблюдаешь за людьми, как ты их везешь на работу, с работы. И люди благодарны тебе, что ты все-таки доставляешь их из пункта А в пункт Б. И как бы, ну приятно самому, что ты приносишь пользу своим горожанам. У муниципальной организации, говорит Евгений, есть и другие неоспоримые преимущества по сравнению с частниками. Прежде всего, льготный стаж, который позволяет раньше выйти на пенсию. И зарплата в 80 тысяч рублей. А с переработками и все 100. Сейчас спецоценка условий труда проводится. Будет у водителей вредность. Получается, зарплата официальная белая. Вся без, получается, выплат. Полностью получается у нас соцпакет. Фиксированная зарплата, возможность полноценно отдохнуть между сменами, позволяют избежать гонки на маршруте, которые нередко в погоне за пассажирами устраивают водители частных машин. Я вот сейчас с утра выехал, сделал полтора круга. У меня целый час обед. Вот. То есть времени предостаточно, чтобы отдохнуть, покушать. Потом еще круг сделал, у меня еще целый час обед. Я думаю, что ни на одном маршруте такого, ну просто нету, чтобы человеку столько отдыха предоставлялось. Такие перерывы необходимы, считает Евгений. Они позволяют избежать нервных перегрузок, с которыми неизбежно сталкивается водитель во время каждого рейса. Частые пробки, множество опасных ситуаций на дороге, а порой и просто раздражительные пассажиры. В последнем случае очень выручает налаженное взаимодействие с кондуктором. У нас бывает поток пассажиров, что много очень. И водителю задние двери не видно. Я ему или рукой махну, или скажу ему, что там бывает, что бабушке, дедушке. Я помогаю выходить или заходить, чтобы он видел, знал, предупреждаю. Один из самых востребованных в Барнауле маршрутов единица сегодня полностью укомплектован водителями. Чтобы возобновить работу десятки, необходимо пополнить штат предприятия водителями и кондукторами. Их городской пассажироперевозчик очень ждет. Он готов создавать все необходимые для нормальной работы условия. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком. Сделать ровный шов, соединить в единые разные куски металла и превратить их в надежную конструкцию. Сегодня в России отмечают День сварщика. Люди этой профессии в последние годы очень востребованы. А на подмогу их ручному труду приходят промышленные роботы. О них, а также о новой инженерной школе, которая сегодня открылась на базе технического вуза, в следующем материале. Нет? Ну, примерно такой формат. Этот сварочный робот способен заменить сразу нескольких специалистов. Однако и им нужно уметь управлять. Разрабатываем робототехнические комплексы, типовые решения с применением роботов. Занимаемся прототипированием оснастки под робототехнические комплексы. Цель этой школы – это популяризация автоматизированных решений и генерация кадров для промышленности. Уже не одно десятилетие в стенах вуза готовят сварщиков. Кстати, сегодня профессию можно назвать одной из востребованных на рынке труда. Те ребята, которые выбрали направление машиностроения с профилем сварка – это абсолютно правильное решение, потому что эта специальность, эта направление очень востребована, конструкций сварочных много, тем более, что у нас разрабатываются и новые виды сварки, новое использование сварочных технологий. Поэтому, наверное, одно из самых перспективных. Профессия, кстати, популярна не только среди студентов, но и студенток. Я учусь на другом направлении, но я параллельно получаю образование сварщика. С детства интересно чем-то таким заниматься. Я и с деревом работаю, и с металлом. Внимание, терпение. То, что быстро дуга не ведется, нужно ее вести медленно и аккуратно. Для продуктивного обучения студентов площадку оснастили роботизированным техоборудованием. Студенты по заказу предприятий смогут проектировать и прототипировать различные изделия. Инженерную школу планируют внедрить в учебный процесс студентов факультета специальных технологий. Мария Костолева, Андрей Печоркин. День с толком. К 2025 году завершится реализация большой программы «Доступная среда». Ее инициировали специально для улучшения условий жизни людей с ограниченными возможностями здоровья. На протяжении последних лет многое сделано, но до сих пор инвалиды сталкиваются с разного рода сложностями. На барьеры, которые мешают свободному передвижению по городу, обратил внимание один из барнаульцев. Продолжит тему Юлия Щепина. Я падал несколько раз. Поскользнулся, паду. Ну, легко, так скажем. Казалось бы, вполне обычная, ничем не примечательная пешеходная ступенчатая дорожка на Павловском тракте. Однако для некоторых жителей города она может создать препятствия для свободного передвижения. Беспокоит третий год, что не спуститься, не подняться к переходу я с трудом. Особенно зимой. Александр Гузеев передвигается с помощью трости. Такие трудности у мужчины возникли с постковидных времен, когда после болезни начали отказывать ноги. Поэтому для комфортного подъема или спуска, например, по лестнице, ему обязательно нужен поручень. Вот тут четыре ступеньки в магазине. И то есть поручень. Здесь их сколько, десять? Не знаю, не считал. Вот с правой стороны был поручень один. Когда делали лестницу, поручень выдернули и забыли про него. Зимой, когда дует ветер, особенно, здесь чистят дворники стараются, но гололед все равно остается. Александр ходит этой дорогой практически каждый день и насчитал около семи таких аналогичных лестниц. Мужчина рассказывает, что обращался в разные инстанции, но какого-либо улучшения среды они пока не принесли. Вот один из спусков, видимо, для колясочников сделан. Но тоже колясочник ухватиться не за что, абсолютно. То есть и хотелось бы, может быть, не за что. Несмотря на то, что на сегодняшний день в крае ведется работа по созданию безбарьерной среды и существует разного уровня программы для улучшения условий жизни людей с ОВЗ, они вынуждены ежедневно сталкиваться с трудностями, неочевидными для обычного глаза. Александр надеется, что с привлечением СМИ ответственные уберут хотя бы один барьер на пути людей, таких как он. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком. Завтра вся страна будет отмечать День защиты детей. Только в нашем регионе проживает больше 450 тысяч несовершеннолетних. Для них по случаю праздника в крае подготовили обширную развлекательную программу. Однако поздравлять юных жителей Барнаула начали еще накануне. Так для детей с ограниченными возможностями здоровья провели театральное представление с героями любимых сказок. Кровой детский психоневрологический санаторий. Ежегодно комплексную реабилитацию здесь проходит порядка полутора тысяч детей с различными патологиями нервной системы и опорно-двигательного аппарата. В гости к сегодняшним подопечным накануне Дня защиты детей приехали герои любимых сказок. В первую очередь яркие эмоции, впечатления и память о санатории. Доставлять незабываемые эмоции стало доброй традицией для российского детского фонда и социально ориентированных местных компаний. Так совместно с одним из комбинатов по производству молочной продукции фонд уже много лет подряд поздравляет маленьких пациентов санатория с Днем защиты детей в рамках проекта «Заботы о будущем». Для юных постояльцев организуют яркие представления, дарят им вкусные, а главное полезные подарки. Несколько раз сюда привозили подобные программы. Всегда они проходят с большим успехом. Яркие, красивые, интересные. Бебятишки их очень любят. И, конечно же, такой очень важный момент, когда дети еще получают вкусные, полезные угощения. Я думаю, детям очень понравилось и такие праздники нужны, потому что некоторые здесь живут по 21 день. И многие приезжают с деревень и дети в деревнях не видят того, что дети видят в городе. И не у всех есть финансовая возможность вывозить детей в город. Все любят праздники, но для детей с ограниченными возможностями здоровья такие события важны вдвойне. Наряду с воспитательными и развлекательными целями они помогают снять эмоциональную напряженность и способствуют развитию творческого потенциала. Он был крепок и духом, и силой, и в боях поражений не знал. Для детей богатырь он былинный, а для взрослых легендою стал. Дарья Денисова, Владислав Ковалев. День с толком. Грациозно продефилировать и поразить своим искусством движения может любой житель и гость Барнаула. 2 июня в городе пройдет региональный конкурс детских и молодежных театров моды и модельных студий «Прожектор». Подчеркнем, принять участие в конкурсе, точнее в дефиле, может любой желающий. Главное – оригинально представить свой образ и грациозно пройти по подиуму. Победители дефиле ждет поездка в Москву, где пройдет подобное конкурсное испытание. На данный момент подано уже больше 300 заявок самой возрастной участнице 55 лет. Я знаю участников довольно взрослых, которые на самом деле занимаются совсем не модой. У них другие профессии, но им очень интересно попробовать себя на подиуме, попробовать выступить перед зрителем. И даже для жюри это будет какой-то новый опыт, потому что некоторые номинации проводятся впервые. Например, это парное дефиле. Даже жюри не совсем знает, как его верно оценивать, но я думаю, эксперимент удастся. Конкурс пройдет в концертном зале Алтайского госуниверситета по адресу Димитрова, 66, 2 июня в 12 часов. Театральная мастерская Алтайского государственного университета отмечает 10-летний юбилей. Она была сформирована на базе вуза в ноябре 2013 года по инициативе выпускника факультета психологии и педагогики Кирилла Скобелина. О том, как прошел юбилейный сезон и о дальнейших планах, расскажем в сюжете. В трупе Homo artisticus на сегодняшний день более 40 человек разных возрастов и профессий. Программисты, юристы, журналисты, прихмахеры, педагоги. В репертуаре в основном классические произведения. Например, в этом году ставили Пушкинскую метель. Зрителю как раз таки не важно, кто перед ним на сцене. Любители – это профессионалы, студенты – это или выпускники. И он либо видит театр, видит искусство, либо видит что-то другое, какую-то самодеятельность. Мы стараемся как раз идти по первому пути. И вне зависимости от того, как называется наш коллектив, какой статус он имеет, главное – это показывать настоящий театр. Дарья Сатаева – одна из актрис театральной мастерской. Несмотря на то, что в коллективе уже третий год, главных ролей немного. Но девушка не отчаивается и на золотую маску не рассчитывает. Говорит, Homo – это совсем другое. Именно здесь формируются очень теплые отношения между каждым человеком в этой маленькой, но уже большой студии. И открываешь каждый день для себя действительно что-то новое. Лучше начинаешь понимать вообще человеческую природу. И понимать, как вообще здорово ощущать себя на сцене, в кругу людей, с которыми тебе комфортно находиться и дальше куда-то расти. В юбилейном театральном сезоне спектакль «Трудный экзамен» по современной пьесе Гульнары Искалиевой стал лауреатом всероссийского просветительского проекта «Знание театр» и вошел в десятку лучших спектаклей России. Но самой главной целью для любительской труппы было покорение профессиональной сцены театров края. Все театры уходят в отпуск. Мы работаем денно и ночно. Мы сейчас готовим спектакль. Тоже участие в конкурсе в городе Москва. 1 июня артисты закрывают сезон спектаклем «Циолковский» по пьесе Бориса Павловича. Это история человека, который, несмотря на многочисленные бытовые трудности, непризнание со стороны коллег всю жизнь упорно шел к поставленной им большой цели. Как все 10 лет идет к большой сцене «Хомо артистикус». Дарья Денисова, Владислав Ковалев. День с толком. И на этом у меня все новости. Спасибо всем, кто нас смотрит. А я напоминаю, что для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде. И до встречи в эфире. Продолжение следует...